Начинаем с сегодняшней трагедии. В Рименской области во время учения на полигоне взорвался миномёт. Погибли трое военных, ещё девять человек получили ранения. Почему это произошло? Смотрите далее. Всё произошло здесь, на полигоне возле Ривны, во время учений. На рассвете бойцы 128-й отдельно горнопехотной бригады отрабатывали наступление, но неожиданно прогремел взрыв. Разорвался миномёт-молот украинского производства. Наследок разрыва мины в канале ствола миномета, молот. Это были все досвидетели в Сокосовске, которые имеют досвиду о воде. Трое военных погибли на месте, девять получили ранения. Их сразу после взрыва доставили сюда, в Ривненский военный госпиталь. Состояние у пострадавших разное, как и тяжесть травм. Характер травм, минно-выбуховая травма. Век потерпел 87-94-й рік. Такого приблизного века. Офицеры, контрактники. Трое пострадавших в тяжёлом состоянии. Сегодня в 10 часов утра их отвезли в аэропорт. И дальше на вертолётах доставили во Львов военный медцентр. Загрозы на данный час нет, но стан важкий. Там задеяны делянки головы и кинцовок, тулуба. В регионе сегодня объявлен траур. В военной прокуратуре начали уголовное производство. Версий случившегося несколько. Первая версия – это людский фактор. Порушение безусловно военнослужащими правил проведения стрельб, поводжения с минометом. И вторая версия – это неналежный технический стан самого миномета. После трагедии военные эксперты и волонтёры сразу заговорили о техническом несовершенстве молотов. Мол, марка стали, из которой сделан ствол, не соответствует техническим характеристикам. Металл мягче, чем должен быть. Кстати, сконструировали молот всего за два месяца, потратив почти полмиллиона гривен. На сегодняшний день альтернативы на умовы миномета молоти у нас нет. Если сказать, что в любом случае его нужно было делать. И нужно его использовать в Збройных силах. Но, тем не менее, до завершения расследования взрыва на Римненском полигоне молоты не будут использоваться в учениях. Так распорядился президент. Пётр Порошенко почтил погибших минутой молчания. Пане министры обороны генералу армии Украины Степану Тимофеевичу Полтараку, начальнику генерального штаба Украины, генеральному генералу армии Украины Віктору Муженко, я доручаю терминово разобраться в причинах зазначенной трагедии и терминово наступного тижня мне доповести и уже эти вычерпные заходы для того, чтобы мы не допускали ее снова. Выразил соболезнования погибшим и премьер. А еще поручил проверить, как велось расследование подобных инцидентов. Ведь, оказывается, два года назад молот разорвался на полигоне Широкий Лан. Тогда погибли двое. В 2017-м миномет взорвался возле Авдеевки. Жертвами стали трое бойцов. Андрей Кровец, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Ривненская область. Продолжение следует...